В России ежегодно регистрируется более трех миллионов детских травм. В летнее время их интенсивность на 20 процентов больше. Таким образом в больнице в связи с травмами обращается приблизительно каждый восьмой ребенок. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Федор Баранов, врач-травматолог, ортопед больницы Середавина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Вы знаете, что можно звонить в студию, если у вас есть вопросы. Сегодняшний эфир назвали «Мы осторожны, дети». И я думаю, не случайно затеяли сегодня этот разговор. Приближаются летние каникулы. И, наверное, вот летняя пора, каникулярная пора – это горячая пора для травматологов-ортопедов, не ошибаюсь, да? Совершенно верно. Именно когда у нас хорошие погодные условия, благоприятные условия для прогулок на свежем воздухе, для каких-то активных видов спорта – это как раз то время, когда дети наиболее часто получают травмы. Казалось бы, да? Отдыхайте, ни о чем не беспокойтесь, а тут вот такая история. Ну, а вообще вот летняя статистика, она какова примерно? Ну, давайте рассмотрим. В больнице, в которой я работаю, это больница имени Середавина, у нас есть амбулаторная помощь детскому населению с травмами и также стационарная. Если говорить об амбулаторной помощи, на территории нашей больницы работает детский травматологический пункт, и именно в летнее время мы отмечаем пик детского травматизма. Количество обращений в сутки достигает, ну, 100 человек. Да что вы говорите. В то время, как, например, когда идет, ну, шла пандемия, или какая-то эпидемия гриппа была, или зимние месяцы, плохие погодные условия, количество обращений было порядка 40-50 человек. Это когда дети дома сидели. Да, да, да. То есть мы отмечаем увеличение амбулаторных посещений где-то более чем в два раза. То же самое и пациенты в отделении, то есть это стационарный пациент, которым требуется более серьезная медицинская помощь. Если за январь, за февраль через наше отделение прошло порядка 100-130 человек, то в летний период, в июле, августе, это количество достигает 200 и более. Несмотря на то, что зимой есть риск, катаясь на коньках, например, упасть там что-то себе, полюдить на лыжах. Конечно, конечно. Риски такие есть всегда. И когда хорошая зимняя погода, или какой-то гололед, прошел снежный дождь, то тоже, конечно, мы отмечаем количество обращений и количество пациентов в стационаре. Но если сравнивать с летними месяцами, с каникулами, когда у детей много свободного времени, а не предоставлены многие сами себе, конечно, в летние месяцы количество травм многократно увеличивается. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Федор Баранов, врач-травматолог-ортопед. Мы говорим о детском травматизме, а телефон для того, чтобы позвонить к нам в студию – 202-11-22. Ну, давайте, наверное, может быть, в начале программы обозначим какие-то направления, которые вот как раз особенно опасными являются для детей. То есть травмы, они же бывают различного рода. С чего бы вы начали? И вот что бы вы поставили на первое место? Ну, если говорить о статистических каких-то данных, то на первом месте стоит бытовая травма. То есть это травмы, полученные в быту или на прогулке, около дома или в домашних условиях. Это самая частая травма именно по условиям получения этой травмы. Вот. Если мы говорим о каких-то локализациях, то пациент, который лечится в стационаре, в основном это переломы костей верхней конечности. Руки. Да, да, это руки. Это именно стационарные пациенты. Если мы обратимся, опять-таки, в статистику детского травматологического пункта, то ушибы, растяжение как раз нижней конечности являются самым частым поводом для обращения в детский травмпункт. Вот все распределили, Пол, а голова? Черепно-мозговая травма тоже, она имеет место быть. Это частая травма у детей. Черепно-мозговой травмой занимаются доктора-нейрохирурги. На территории больницы имени Середаевна есть детское нейрохирургическое отделение. Они так же, как и травматологическое отделение, работают ежедневно, каждый день, круглосуточно. Поэтому с любой черепно-мозговой травмой родители с детьми могут обратиться в наше учреждение, им окажут квалифицированную помощь. Но это немножко другая специальность. Это не ваши пациенты, по крайней мере. Да, это немножко другая специальность. Но черепно-мозговая травма, она часто бывает у детей дошкольного возраста. Вот. И здесь очень важный момент ухода за ребенком. Уход за ребенком до года очень важно. Когда ребенок начинает переворачиваться, родители не успевают заметить, как он быстро развивается. И он может упасть с пеленального столика или с кровати, когда родители его оставляют. Поэтому черепно-мозговая травма – это серьезная тема. До года? До года даже, да. Это серьезная тема. Она требует, может быть, отдельного разговора с детским нейрохирургом. Но повторюсь, что при любой черепно-мозговой травме мы ждем вас в стенах нашей больницы. Ну, в кавычках, да? Ну, если есть необходимость, конечно, лучше предупредить травму и черепно-мозговую, и скелетную травму. Лучше предупредить. Безусловно. Ну, собственно, это одна из целей нашего сегодняшнего с вами здесь и разговора. Давайте сейчас ответим на звонок телезрителей. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. У нас детский ребенок в семье в родину снять чашку с горячим чаем. Обварил ножку. Главное, вылечь народными средствами к врачу как бы не хочешь везти. Вот скажите, если ожог не сильный, можно ли не хватить врачу какими-то там народными средствами? Обязательно нужно показать доктору ребенку. Спасибо за вопрос. Обязательно этого ребенка нужно показать врачу. Если ожог первой степени, это покраснение, в любом случае нужно, чтобы посмотрел доктор. Если вы видите, что все-таки ожог не сильный, говоря простым языком, можно обратиться к хирургу по месту жительства. Но также в нашем городе есть центр термических поражений. Это на территории больницы имени Пирогова, городской клинической больницы номер один, где занимаются всеми термическими поражениями, в том числе и ожогами. Поэтому, если это случилось относительно недавно, лучше показаться специалисту-комбустеологу. То есть это врач, который занимается ожогами. А в чем опасность, Федор Алексеевич? Может быть, и самим удастся справиться? Во-первых, мы не можем сейчас в эфире оценить степень поражения кожи. Можно быть подкожных мягкотканных структур. Поэтому, если сильный ожог, может сформироваться грубый рубец. Это может привести к деформации конечности или к ограничению функции конечности. Например, к ограничению подвижности сустава. И потребуются потом дополнительные какие-то оперативные вмешательства. Я не говорю, что это будет у пациента, родственники которого позвонили, потому что мы не можем оценить степень поражения, повторюсь. Но на осторожность это должна быть. Также любое повреждение кожи, есть резкое нагноение, воспаление. Поэтому самое простое – дойти до своего хирурга в поликлинику, чтобы он оценил степень тяжести и при необходимости направил уже более узкому специалисту. А вот смотрите, раз уже заговорили мы про лечение народными методами, как вы вообще прокомментируете лечение ушибов, растяжений народными методами, то есть тоже насколько есть необходимость обратиться к врачу, использовать растирание, какие-то компрессы, что-то, ну в общем у всех свои рецепты. Ну смотрите, бывает сложно оценить повреждения у маленького ребенка. Мы в своей практике иногда сталкиваемся с такими ситуациями при обращении ребенка, ну допустим, как со слов родителей, с ушибом ножки или ручки мы выявляем перелом на рентгенограмме. Бывают даже более сложные ситуации, когда перелом не видно на рентгенограмме в первые несколько суток. Поэтому иногда бывает и специалисту узкого профиля непросто разобраться в степени повреждения. Вот, поэтому мой совет при любых травмах обращаться к специалисту. Если это травма опорно-двигательной системы, тогда это травматологический пункт. И там уже доктор при осмотре оценивает степень повреждения, при необходимости назначать дополнительные исследования, рентгенографии, ультразвуковое исследование, если это нужно, при более сложных случаях компьютерной томографии и так далее. И уже дальше определяется тактика лечения. Но говоря о народных средствах, ну такое народное средство простое, как приложить холод к месту ушиба, оно, конечно, имеет место быть. И оно достаточно эффективно. Мы тоже рекомендуем холод к месту ушиба или растяжения первые-вторые сутки. Вот, какие-то более сложные народные средства, втирание каких-то там трав или еще. Здесь уже это не совсем медицинская тема, это уже скорее парамедицинская тематика. И все мы в своей практике ориентируемся на проверенные средства, которые доказаны с позиции доказательной медицины, которые прошли время, были определенное количество обследований, пациентов, то есть есть объем данных. И только тогда мы рекомендуем какое-то лечебное средство. Это касается и медикаментов, и каких-то хирургических операций и так далее. Поэтому к народным средствам нужно относиться, ну, как бы с долей некоторого разумного скепсиса. Хотя какие-то народные средства вполне имеют место быть, имеют какой-то свой эффект. Но все-таки обратитесь к врачу. Лучше к врачу. А можете вы сказать, вот все-таки, какие дети более подвержены травматизму? Вообще, возможно, у вас есть пациенты, которые неоднократно возвращаются к вам, да? И вот говорят, что это, ну, эмоциональные неустойчивые, импульсивные дети. Так ли это? Ну, пациенты, как правило, более подвижные. Они и подвержены чаще травмам. Это активные дети. Дети, у которых много свободного времени, у которых не организован отдых. То есть, если сравнить ребенка, который после школы пошел во двор, и ребенка, который после школы пошел на секцию спортивную, то, скорее всего, ребенок во дворе получит травму. Вот статистика говорит об этом. Несмотря на то, что в спортивной секции, казалось бы, там, ну, борьба какая-то или еще, тоже дети травму, конечно, получают. Но это, во-первых, редкость. Спортивные травмы намного реже встречаются, чем бытовые травмы. И там все-таки нагрузки даются детскому организму под контролем тренера, квалифицированно. Есть определенный тренировочный процесс, и тренер знает, какую дать нагрузку. И соблюдение, конечно, техники выполнения того или иного упражнения. Во дворе же ребенок может забраться на гараж, на дерево, может на роликовых коньках где-то выехать, на дорогу, не дай бог, конечно, и получить очень серьезную травму. Поэтому мой ответ такой, что это активные дети и дети неорганизованные. Я читала статистику, что все-таки девочки в три раза реже попадают в эту историю. Девочки реже получают травмы. Ну, еще часто получают дети школьного возраста. То есть, когда они немножко уходят из-под надзора родителей, они становятся более самостоятельные, более свободные в своих действиях, более такие целеустремленные, может быть, в каких-то своих мероприятиях и задачах. И не всегда они адекватно оценивают риски. Вот, бывает, нарушают и режим, и через дорогу не всегда правильно переходят, и не всегда используют какие-то защитные средства, ну, например, при катаниях на роликовых коньках или велосипеде и так далее. Вот школьники, мальчики – это наиболее частый контингент для детского травматолога. Не так давно в нашу жизнь вошло новое транспортное средство. Я про самокаты сейчас говорю, про электросамокаты, конечно же. Ну, не знаю, для водителей это вот уже проблема серьезная. Для пешеходов это уже проблема серьезная, потому что травмы есть. Серьезная ли проблема это для врачей и травматологов, попадают ли дети с травмами именно в связи вот с катанием на самокатах? Ну, современные электросамокаты – это серьезная проблема не только для детских травматологов, но и для взрослых травматологов. Эти средства могут достигать скорость 60 км в час. Это очень опасные средства передвижения. Очень важна техника проезда на этих электросамокатах. Ни в коем случае нельзя вдвоем, втроем, вчетвером на одном самокате передвигаться. Для самоката должны быть, если мы сейчас возвращаемся к детям, дети на самокате должны ездить на определенных участках. Ну, это, как правило, велосипедные дорожки или какие-то парковые зоны, предназначенные для самокатов. Вот, то есть падение электросамоката – это, как правило, высокоэнергетическая травма. Это, как часто это бывает, перелом. Если ребенок упадет в самокат и ударится, например, головой, вот мы в начале передачи говорили о черепно-мозговой травме, если он упадет, ударится головой о какой-нибудь угол бордюра, то это вплоть до смертельного исхода. Поэтому электросамокат – это вещь современная, технологичная, но при этом очень опасная. Не всегда водители автомобилей видят этого самокатчика. Вот, самокат передвигается очень быстро и банально, когда из машины кто-то выходит, открывает дверь, можно просто врезаться в эту дверь. Поэтому это очень опасно под присмотром родителей только. И лучше все-таки обычный самокат для ребенка. Ну, а вот смотрите, они же легко доступны, это раз. У детей все-таки есть карманные деньги, это два там как-то. То есть, в принципе, родители могут и не знать, и, в общем, не проконтролировать. Хотя бы, что родителям важно объяснять детям по поводу вот самоката? Ну, во-первых, родители должны не забывать, что ответственность за ребенка несут они до 18 лет. Поэтому любое дорожно-транспортное происшествие, любая травма при нарушении методов передвижения и езды по проезжей части, это все ложится на родителя. Они должны это осознавать очень серьезно. Ребенок 14-13-летний, у него активный рост, играют гормоны, возможно. У него очень живое восприятие мира. Он очень смелый. И он не всегда оценивает все возможные риски. И когда он уже сталкивается с тяжелой травмой, у него идет переосмысление. Но самокат, мало того, электросамокат, который доступен, в нашей практике бывают случаи, особенно в отдаленных районах Самарской области, где нету большого количества полицейских, дорожно-патрульной службы, даже допускается передвижение на мопедах и даже на мотоциклах. А это еще серьезнее. И этих детей, конечно же, жалко, которым требуется потом длительное лечение. Не всегда они полностью могут восстановиться после тяжелой сочетанной травмы. И, конечно, потом локти уже кусать поздно, когда это свершилось. Поэтому еще раз повторюсь, что лучше предупредить и каждому возрасту свои развлечения. Все-таки электросамокат, он не для ребенка. Те самокаты, которые стоят у нас на улице. Это все-таки для взрослого человека. Да, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. 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 Мой мужу три года. Мы недавно купили дачу. Начали его дозвать. Мочистка очень моторный. Он везде забирает сын. Он везде лезет. И я как-то бабушка очень переживаю. Если это случится, конечно, мы за ребенком смотрим. Но мало ли что бывает. Если вдруг все-таки что-то произойдет, Даня в Красном Леру, как нам правильно поступить? Вызвать скорую, приедет ли вообще скорая в такой Дании район? Или, не знаю, брать ребенка в Аханску, везти его в больницу? Как правильно нам надо поступить, если вдруг у вас не дай Бог, что не произойдет? Отличный вопрос. Спасибо за вопрос. В вашем районе есть Красноярская центральная районная больница, насколько я помню. Поэтому, если случилась у вас какая-то травма, не дай Бог, это тяжелая травма, вы обязательно звоните в скорую помощь. Скорее всего, если это тяжелая травма, которая сопровождается шоком, то есть ребенок может быть без сознания и так далее, его могут привезти в ближайшую больницу, которая находится... Скорая все равно приедет. Да, скорая приедет, доставит этого пациента в ближайшую больницу, где окажут первую врачебную помощь, возможно, положат в реанимацию, выведут из шока и затем вызовут бригаду санитарной медицинской помощи уже из нашей больницы, с нашими специалистами, реаниматологом, нейрохирургом, травматологом, хирургом, ну, необходимую соберут бригаду мультидисциплинарную, они приедут в эту центральную районную больницу, уже решат вопрос на месте, оперировать в центральной районной больнице. Я на всякий случай говорю, самые такие тяжелые случаи, где нужно реагировать быстро, чтобы не раздумывали, народные средства не применяли, то есть, если, условно говоря, ребенок в Красноярске с дерева упал, лежит, да, и нужно сразу звонить в скорую медицинскую помощь. Если ребенок бежал по траве, подвернул ножку, да, заплакал, вы подошли, увидели, ну, вы видите, ребенок в сознании, головой не ударялся, вы видели, как он получил травму, тогда вы можете спокойно сами доехать в наш детский травматологический пункт. Вот. Но, если какие-то у вас сомнения, вы можете позвонить в скорую помощь, рассказать, и они вам подскажут, как лучше поступить. То есть, тяжелые травмы обязательно звоним, легкую травму можно доехать самостоятельно. Давайте мы сейчас с вами на минутку прервемся и узнаем, что произошло в здравоохранении региона и России за ту неделю, что мы с вами не виделись. Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае смерти от нового штамма вируса птичьего гриппа. Умершая оказалась 56-летняя женщина из Китая. По мнению экспертов, все заболевшие этим вирусом заразились при контакте с домашней птицей. В Самаре медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту, проходят в режиме единого окна. Добровольцев собирают по месту жительства, отвозят для сдачи всех анализов, затем в Центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата. Там их осматривают профильные специалисты. В регионе прошла очередная акция «Будь уверен, будь здоров». Специалисты бесплатно проверили точность показаний более 600 тонометров, что ровно в три раза больше, чем в прошлом году. Задача акции – помочь людям, нуждающимся в постоянном контроле за своим артериальным давлением. Врачи Самарского онкодиспансера провели уникальную операцию пациенту с опухолью правой кисти. Сначала больному удалили пораженную фалангу и установили временный протез. Затем заменили его на индивидуальный, титановую фалангу. Функции руки удалось сохранить. За три месяца текущего года диспансеризацию и профосмотр прошли более 260 тысяч жителей области. Это почти втрое больше аналогичного периода прошлого года. По итогам диспансеризации впервые выявлены 332 случая злокачественных новообразований, 668 случаев сахарного диабета, 5958 случаев болезней системы кровообращения. Мне кажется, вот сейчас, пока еще программа не закончилась, очень важно нам проговорить вот именно правильный алгоритм действий родителей в случае, если что-то произошло. Вот вы уже начали рассказывать бабушке, куда обращаться, при каких ситуациях, что делать. Если вы житель Самары или Самарской области, я, наверное, вкратце расскажу, куда могут родители обратиться с травмами. Как я сказал, я работаю в больнице Середавина, педиатрический корпус, и у нас представлены практически все специалисты хирургического профиля. Это и детская хирургия, и численно-лицевая хирургия, и урология, и травматология, и нейрохирургия, и ряд других соматических отделений. Поэтому, если какая-то травма, брюшной полости вы едете к нам, черепно-мозговая в педиатрический корпус больницы Середавина, что-то ушиб челюсти, не даю бог перелом челюсти, к челюсти лицевому хирургу, и так далее. Также, если, как я еще раз повторюсь, какая-то мультидисциплинарная травма, то есть повреждение живота, руки, позвоночника, тоже это в больницу Середавина. Потому что мы являемся травматологическим центром первого уровня, и всю тяжелую, сочетанную поле травмы доставляют к нам. Если у вас травма глаза, например, в нашей больнице нету офтальмолога, тогда вы обращаетесь в больницу Ярошевского. Также у нас есть на территории городской клинической больницы имени Пирогова детский травматологический пункт. Поэтому, кому ближе в больницу Пирогова, вы можете обратиться в травмпункт больницы имени Пирогова. Но если вы видите, что травма тяжелая, и она требует, скорее всего, стационарного лечения, госпитализации, можно, минуя больницу Пирогова, ехать сразу в больницу Середавину. Если вы жители Тольятти, то есть Тольяттинская городская детская больница, где тоже есть детское травматологическое отделение. Вот, наверное, такие у нас основные стационары. Федор Алексеевич, ну, конечно, лучше все-таки никому не попадать в такие ситуации. Скажите, с какого возраста правильно учить ребенка безопасности, и как это делать? Может быть, не совсем медицинский вопрос, но, тем не менее, из опыта. Из опыта научить ребенка безопасности нужно с рождения практически. Ведь если ребенок научился ползать, куда он поползет в первую очередь, за что он схватится? Скорее всего, за провода он поползет к розетке. Уже в три, в четыре, в пять месяцев нужно его направлять в нужное русло. Какими-то словами, но ни в коем случае не рукоприкладством, ни в коем случае словами, действиями перенаправлять. То есть уже практически из-за грудного возраста нужно воспитывать правильное отношение к своему здоровью и к рискам получения травмы. Когда ребенок взрослеет, ему уже два-три года, он уже воспринимает, что ему говорят взрослые, конечно, нужно постоянно говорить об этом. Переходя улицу, обратите внимание, что загорелся зеленый свет, и мы переходим улицу в положенном месте, по пешеходному переходу, на правильный сигнал светофора. А даже если горит красный свет и машины вокруг нет, все равно подождать. Это тоже воспитание каких-то паттернов, чтобы ребенок начинал уже понимать, насколько это важно. В школьном возрасте уже совсем другое отношение, более серьезное. Поэтому, в принципе, воспитание ребенка – это сложная. Сложная такая процедура, да. Она длиной в жизнь. И бывает, что мы встречаем бабушек, которым детям 40 лет, 50 лет. Они все дети для них. Они до сих пор их воспитывают. И занимается в том числе и профилактика травматизма. Мы уже, наверное, безуспешны в этом возрасте. Да, поэтому главное – правильно изложить ценности именно в детском возрасте. Скажите, а часто ли виной детского травматизма являются родители? Может быть, беспечность, невнимательность? Ну, проще сказать, конечно, что родители во всем виноваты. Конечно, факторов много. У родителей тоже есть свои заботы. Бывает, что ни один ребенок отвлекся родители на одного ребенка, а второй полез на подоконник. Лучше всего так продумать свою жизнь, чтобы травмы не случились. Есть специальные приспособления. Например, безопасные фиксаторы на дверки шкафа, на окна, из которых тоже дети иногда, к сожалению, выпадают, на пластиковые окна, специальные фиксаторы, чтобы ребенок случайно дверь не открыл и не выпал, на углы столов и так далее. Защита от розеток. Поэтому лучше эту профилактику начинать заранее. То есть, все предупредить. Конечно, от травмы никто не застрахован. Все в жизни бывает. Но, к сожалению, бывает и беспечность родителей, и халатность родителей. И тоже мы это встречаем в своей практике. Но я не хочу полностью вино возлагать на родителей. Все-таки давайте стремиться к тому, чтобы и ребенок осознавал, что где опасные источники, может быть, огня, источники света и так далее. И родители об этом не забывали. То есть, и ребенок, и родители должны в едином тандеме работать по профилактике детского травматизма. Плюс учителя в школе, плюс воспитатели в детском саду. То есть, по сути дела, профилактика детского травматизма – это наша общая задача. И мы в своей работе тоже занимаемся профилактикой детского травматизма. Лишний раз проводим беседу с родителями, с детьми, чтобы они больше не попадали к нам в отделение. Но, тем не менее, как бы хлопотно не было организовать вот это безопасное пространство, о котором вы говорили, да? Но насколько более хлопотно последующие лечения и... Да, да, к сожалению, да. ...можно закончиться? А вы можете вообще так вот на взгляд определить, какого рода травмы или необходима все равно диагностика специальная? Всегда мы смотрим пациента сначала визуально. Оцениваем ходьбу и так далее. Я не буду уже, вижу, программа заканчивается. Мы уже сейчас будем прощаться со зрителями. Да, но всегда начинается общение пациента с осмотра. Поэтому какие-то травмы, да, мы видим уже в коридоре. Ну вот, мы попытались сегодня как-то провести профилактику детского травматизма. Пусть лето у ваших детей пройдет безопасно, а у вас спокойно. Спасибо, Федор Алексеевич. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин